Считанными днями ранее был побит очередной часовой рекорд. Ришар Миль выпустил очередные самые тонкие часы в мире. Это совместный проект с Феррари стоимостью в 1,8 миллионов долларов за единицу. Да, это чуть больше, чем несколько автомобилей того же бренда сразу. Фантастическая работа и бесспорный рекорд толщиной 1,75 миллиметров. Механики такого размера доселе не было, но подобного звания все-таки удостаивались некоторые модели. И мы их кратко перечислим. Предыдущие овации звучали в адрес часов в Булгаре, которые сегодня уступают всего на 0,05 миллиметров. В общем-то надо отметить, что эти малозаметные доли и позволяют часовым гениям отнимать друг у друга медаль за первое место. Так, например, Жежелек Ультр опередил в свое время Пьеже на ту же самую толщину. Модель Мастер Ультра стала еще и первым скелетоном, толщина которого уложилась в 3,6 миллиметра. Но Пьеже к тому времени мог похвастаться только 3,65. Самыми же толстыми из рекордсменов сегодня считаются часы Адемар Пеге. Их толщина 4,8. Однако не все так просто. Это уже немного другая гонка за лидерством в категории «самый тонкий турбион». В разное время в ней участвовали и Бриге, и Арнольд, и сын, и снова Булгари. Булгари удалось создать самый тонкий калибр с парящим турбионом, но корпус, увы, так и остался громадным для первого места. 5 миллиметров. Столь малые цифры вновь напомнили мне о малом количестве подписчиков, но ни на что не намекаю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok